а добрый вечер дорогие друзья это канал insider life здесь ксения ларина ведущая и сегодня мы встречаемся с замечательным человеком прекрасным писателем и вообще уникальным человеком это людмила улицкая лёси приветствую вас здравствуйте здрасте ксения здравствуйте все слушатели сегодняшнего дня дорогие друзья да не забывайте что вы и зрители и слушатели и подписчики подписывайтесь пожалуйста ставьте лайки все как обычно говорим всю эту мантру для того чтобы как можно больше людей нас увидят и так февраль настал а это значит что почти год уже совсем скоро будет год как длится эта война я когда готовилась к сегодняшней встрече наткнулась на статью людмилы улицкой которую написала в 2014 году журнале шпигель когда получала премию австрийскую практически предсказали вот эту вот будущую почти третью мировую войну каким образом вы это почувствовали это после крыма у вас такое было предвидение нужно это скорее такое чувство судьбы потому что я родилась во время войны и все мое детство прошло среди людей которые войну это пережили я уже не говорю моих родителей бабушек дедушек но все кто меня окружал были так или иначе участниками войны вот сегодня поколение людей участвующих в той войне в той которую мы называем вторая мировая в общем сегодня их практически нет это ушедшее поколение и поэтому мы остались в каком-то смысле без живого опыта войны и она может быть не представляется такой страшный и таким абсолютным злом какой представлялась она каким представлялась она поколением предыдущим как это опыт оказался слегка замыленным временем и вот последнее десятилетие они нас время возвращают к этому опыту сначала это опыт малых войн на окраинах россии ну и собственно говоря во всем мире эти малые войны ведут идут но то что происходит сегодня это вызывает большие опасения не являются ли эти войны прологом к третьей мировой и есть такие я их не один раз уже на них натыкалась о том что люди большом напряжении страхи ожидают очередной войны ну как она уже идет можно сказать что сейчас эта война она уже третья мировая собственно об этом твердят среди пропагандисты с экрана телевидения российского конечно это пролог к третьей мировой другое дело что не всякий пролог развивается в полноценную драму но тем не менее как пролог это вполне можно рассматривать происходящее что для вас открыла эта война прежде всего в русском и российском обществе вы знаете дело в том что я оказалась в германии и надо сказать что мы сможем совершенно не собирались никуда уезжать на приехал мой старший сын взял у нас можно сказать за шиворот и в течение суток мы оказались берлине и я думаю что мы бы до сих пор собирались размышляли о том надо оставаться или надо уезжать потому что конечно мне 80 мужа 88 для нас перемена очень болезненный да очень болезненный процесс понимаете чем больше лет тем ты более привыкаешь к своему углу и тем менее склонен к перемене места к поиску приключений вот оказалось что мы в некотором смысле оказались здесь в мире приключений которые для нас открылась германия мы уже побывали в барселоне по виду какие-то разъезды еще будут но единственная маршрута которым как это я мечтаю это конечно маршрут в москву домой потому что чувство дома она неистребима и с годами она делается все более сильным ну я повторю свой вопрос мне кажется что этот год мы много узнали не только об украине в украинском народе и о том что такое бороться и сражаться за свою независимость и свободу и сколько в этом мужества и какого-то невероятного невероятной воли к победе и к независимости но многое открылось и в российском народе в российском обществе многое пугает я пойду хотел хотелось бы чтобы вы про это немножко поговорили что для вас самое страшное случилось для россии и внутри россии за это время вы знаете дело в том что это страшное не случилось сиюминутно потому что эта война оказалась в некотором смысле красной чертой которая была переедена потому что долго топтались возле возле этой красной черты делали мелкие шаги по ее пересечению а вот этот война с украины это конечно совершенное пересечение той красной черты которую после войны который после войны была обозначена всем цивилизованным мира тема границы в современном мире очень сильно изменилась по сравнению с двадцатым веком и сегодня географические границы и политические границы они не имеют такого значения как кенниями какое ними имели скажем 100 лет тому назад культура всеобщая экономика всеобщая и очень много тот процесс глобализации которые так привык привыкли ругать он на самом деле идет хорошим или плохо это другой вопрос в нем очень много хорошего на самом деле но тем не менее это создает некоторое новое измерение и это новое измерение то измерение к которому надо привыкнуть и ему надо освоить это требует от огромного количества людей полной перемены понятийный то что нам казалось прежде азбучными истинами сегодня перестала быть азбучными истинами это очень трудный процесс в особенности для людей более старшего поколения этот процесс неизбежно придется всем нам пройти хотим мы этого или не хотим но условия жизни изменились обстоятельства жизни изменились и сознание наше должно догонять эти изменившиеся обстоятельства а вы почему уехали вот скажите ведь можно было там жить у себя дома никто бы за вами точно вы никто бы не пришел но максимум чтобы могут позволить обернуть улицкую бумагу и написать на ней что она иноагент хотя она иноагентом не является дело в том что я всю жизнь привыкла рулить и руль был в моих руках и семейные всяческий вот а последний год этот роль перехватил мой старший сын и сегодня он как бы скорее руководит нашей семейной жизнью чем я и поэтому в какой-то момент он приехал сказал быстренько собирайтесь и в общем мы оказались эвакуированы моим сыном даже не особенно об этом ну как бы размышляя я думаю что наверное мой сын поступил правильно но тем не менее это не был мой выбор я ему подчинилась и вот я сижу в берлине утро начинаю с просмотра новостей день кончаю просмотром новостей конечно всей душой я погружена в события которые происходят сегодня в россии на границе россии украины и самой украины вы можете ответить на вопрос спустя уже почти год войны зачем это война какие ее цели зачем у нас затеи вы знаете я думаю что она нужна была ему для удержания своей собственной власти я очень плохо ориентируясь политической жизни вообще в особенности политические жизни современной но у меня такое ощущение что эта война отчасти как и любая другая есть способ сохранения власти и и сохранение и удержание и поддержания и ее укрепление на долгие времена то есть никаких целей нет я думаю что никаких я думаю что никаких высших целей кроме как идеи удержания собственной власти и некоторого манка для малопросвещенного народа почему народ так поверил в эту войну она абсолютно фейковая поскольку не имеет никаких целей это это действительно так почему народ поверил в революцию 1917 года такой вопрос как это как это в рифму я думаю что любой народ он руководил и как это мы изучали в школе тему роль личности в истории вот это самая роль личности в истории она временами бывает чрезвычайно важный и чем более демократичных государства тем менее роль лидеров почему я так приветствую любую демократизацию дело в том что каждый отдельно взятый человек способен на ошибки промахи провалы даже вот а когда власть удерживается некоторым количеством разнообразно мыслящих людей то все таки это если не гарантия неудачи то во всяком случае это наилучший способ избежать больших провалов так мне представляется но тем не менее смотрите там убивают счет идет уже на сотни тысяч убитых людей со стороны российской почему эти трупы эти мертвые солдаты не вызывают никакого даже не то что сочувствия даже удивление недоумение не рождаются вопросы почему мы слышим только вопрос про деньги сколько дадут за мертвого сколько зараненного без конца только делить деньги больше никаких вопросов не задают вся сумма ваших вопросов имеет только один ответ дело в том что мы присутствуем при закрытии большой темы великой россии вот понимаете россия претендовала на одно из ведущих ролей планетарной политики в мире и сегодня совершенно ясно что эта роль не для россии что она ее не выдерживает не выдерживает по всем параметрам по экономическому по демографическому катастрофически падает население про политику я уж и не говорю она такая шаткая такая зыбкая такая непоследовательная все то что мы наблюдаем даже для меня человека плохо в политике разбирающегося всегда постоянно возникает вопрос как одно сопрягается с другим как одно заявление сопрягается с другим как одно действие противоречит другому как это все вообще существует в целом я думаю что это очень плохой плохая перспектива для россии потому что такое хаотическое движение она вряд ли к чему хорошему приведет понимаете когда у страны была задача пускай эффективное построение социализма скажем это была единая задача которая была поставлена перед всем народом сегодня такой задачи нет строго говоря очень многие страны живут совершенно без таких политических больших глобальных задач они просто живут россия не привыкла просто жить россия привыкла жить с лозунгом вот последние сто лет россия страна которая живет с лозунгом сегодня лозунг потерян и вот эти поиски лозунга поиски точки вокруг которые можно сплотить народ как-то воодушевить создать некоторое взаимодействие власти и население это сегодня все под большим вопросом я думаю что этим сильно заняты современные кремлевские политологи я думаю что это одна из тех задач которые совершенно не удается с нефти удается с газом удается а вот с этим не удается но тем не менее страна которая пережила одну из самых страшного воин в истории человечества сегодня войну успевает ну как национальную скрепу есть вот вы говорите про лозунги он сегодня есть умереть за родину умремте как как наши деды умирали вот все это превратилось такой культ смерти во имя родины и и и спокойно совершенно на это ведутся выдушевлены может быть я ошибаюсь мы же с вами не там но ощущение такое что люди в это поверили все я надеюсь что вы ошибаетесь дело в том что тот советский человек который был создан он немножко сейчас начинает портиться он оказывается заражен западной идеей стремление к спокойной благополучной такой нетравматичной жизни всем хочется жить хорошо по крайней мере спокойно а эта политика предлагаемая она лишает людей стабильности лишает уверенности мне и вряд ли найдет большое количество поклонников даже где народа который всегда привык власть поддерживать это надо сказать замечательная привычка российского народа это способность всегда поддерживать власть я это очень хорошо знаю по всей истории моей жизни модель поведения сегодня в репрессивном государстве описано многими вашими коллегами да и вами тоже я все чаще и чаще и чаще вспоминаю казус кукотского каким образом герой избегал участия в подлости вопрос такой внешняя агрессия и внутренние репрессии какая здесь связь почему одно неизбежно связано с другим знаете я дружила с наташей горбаневской и прекрасно помню 68 год вступление российских советских когда войск вправо и это выступление на красной площади 7 человек их было 8 на самом деле с лозунгом за свободу за вашу и нашу свободу сегодня таких людей не 7 и не 8 а даже не 7 и не 8 тысяч по митингам одиннадцатого двенадцатого годов мы знаем как много людей на самом деле готовы были тогда выйти на площадь репрессивное давление было гораздо меньшим чем сегодня страх это естественное чувство человека это биологическое присущее человеку свойства а это чувство которое обеспечивает выживаем выживание как человека такой любого другого живого существа поэтому поэтому страх нас держит как это замечательно написал по моему бунин или набоку страх наш держит в узде на мандельштам это написал понимаете вот страх нас держит нас время держит форме вот и надо сказать что мы форма не теряем от того что мы боимся власти мы любите и не больше не 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 начинаем это отчуждение человека от власти начинается со страха и к сожалению это очень плохой признак для власти власть власть не любит власть боятся и в какой-то момент может быть это терпение закончится и какие-то произойдут реформы управление нашим нашей страны я на это очень надеюсь потому что такой жесткий режим в сущности режим которым как модель это секретная секретная служба модель управления сегодняшним обществом эта модель секретные службы и надеюсь что это когда-нибудь закончится очень хочется чтобы это закончилось при моей жизни на на есть на это не приходится какие есть приметы финала как вам кажется давайте поговорим о надежде есть ли приметы которые нам подсказывают что это скоро рухнет вы знаете я на днях случайным образом в компьютере нашла какой-то смешной пост это был врач косметолог который показывал какие именно пластические операции были произведены над лицом нашего нынешнего действующего вождя для того чтобы сохранить его молодость и красоту и это совершенно восхитительная передача она на самом деле больше всего рассказывает о структуре власти вот что делает человек со своим лицом чтобы она была лицом управляющего страной по моему это замечательный замечательный сюжет рекомендую во всем посмотреть там кстати не только главное лицо они все устали на одно лицо обратите внимание думаю что у них один и тот же косметический хирург работает они все стали женщины и мужчины все стали друг на друга похожи да это правда это правда ну с другой стороны это вполне созвучно с более глубокими вещами власть в россии видимо всегда похожа на себя самая у нее есть определенное выражение лица на его не меняет я вспоминаю все сказки русские народные также помните все цари во всех русских сказках тоже мечтали о вечной молодости поэтому без конца ныряли то кипящее молоко помните то еще куда-то для того чтобы омолодиться все так что здесь тоже наверное в этом есть какая-то преемственность да 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 и ссылка на сказки очень уместно в этом есть какая-то народная мифология просвечивает там сзади люсь я хочу вернуться к теме инакомыслия и вот этих вот восьми человек которые вышли на красную площадь шестьдесят восьмом году мы сейчас наблюдаем такой разгром абсолютных правозащитного движения в россии все что было сделано включая московскую хельсинскую группу которая существовала при советской власти включая сахаровский сахаровский центр который по сути ликвидированного нету да понятие враги народа которая просто из ножичка возникла и сегодня только ленивый не пользуется все про это говорят про врагов на почему такая рифму почему такая ненависть к людям которые думают иначе ну я думаю что ничего нового в этом нету это в общем глубоко русская традиция она началась не с советской власти вспомните что проделал проделала царская власть кругом декабристов ведь они не просто декабристов выслали а весь круг был почищен вот эта тема зачистки она на самом деле тогда уже было в работе поэтому ничего нового какая-то глубинная традиция которая временами поднимается на поверхность делается более сильно временами угасает и сегодня мы можем вспоминать о временах ельцина там горбачева позднего как о временах демократических как как временах благоприятных хотя на самом деле я прекрасно помню что в те времена когда когда они были власть меня вызывала не меньше отвращения чем во всякие любые другие времена просто как это сравнение оказалось в пользу ельцина и в пользу горбачева хотя сами по себе они не не были такими уж проводниками добра в этом мире ну ладно все таки есть же что сказать за что сказать спасибо мне кажется что как раз ну мы точно пережили самые может быть счастливые моменты как освобождение это брали помню это чем момент пения это был момент упущенных возможностей вот что что это были за времена потому что это были был короткий период когда тенденция могла поменяться вот это колебание российское извечное колебание между востоком и западом и поиск своего собственного третьего пути на самом деле завершился завершился именно тогда этим самым выходом на этот третий путь который не восток не запад а который достаточно самобытен и к сожалению чрезвычайно для страны не выгоден не экономически не морально не политически ни в каком отношении но тогда для чего книжки для чего история для чего правда для чего учителя если все это не имеет никакого значения в итоге все равно мы пришли вот к этой точке страшно ксения культура не убиваем а вы понимаете это единственное что остается уходят люди одни казнят других одни преступники казнят других преступников другие преступники казнят людей благородных и прекрасных потом наступает момент когда благородные прекрасные люди вдруг сами становятся преступниками и все это чрезвычайно интересное поле для исследования историков но культура не убиваем а потому что все что происходит за пределами этого так сказать деятельного поле этой движухи все это есть культура это все остается остается картины остается книги остается музыка и это гораздо более прочные вещи чем любые чем любые заманчивые тексты которыми кормят сегодня и всегда кормят политическая элита бедный одурманин народ ну постойте но все равно согласна конечно культуры не убивает она ничего и не меняет все время казалось мне лично что если я да да я мне все время было в ложном ощущении что это такая охранная грамота просвещение культуры для человечества для людей для граждан ведь все вот мы сейчас вспоминаем с вами время там грабачева время гласности перестройки которые очень много открыла практически все открыла глаза во многом обществу тем кто не был знаком с диссидентами кто не был в этой среде открывали для себя настоящую историю своей страны именно вот перестроечное время и я была уверена что все если мы это узнали это узнали то это никогда больше этого не повторится оказалось все это бессмысленно ничего это не меняет ксень вы попали совершенно в точку дело в том что я сейчас читаю записки русских эмигрантов 20-х годов берлине это то что писали сто лет тому назад русские ученые политики музыканты то есть вот тот культурный слой креативный как теперь говорят который съехал в двадцать четвертом году была последняя отсылка еще ленин последних высылал потом стали посылать уже в другую сторону и просто убивали во множестве людей и вот эти вот вот эти вот заметки они чрезвычайно сегодня интересны потому что вот эти люди интеллигенция и креативный класс тогдашнего времени которые оказались в берлине и как это замечательно рифмуется с тем что происходит сегодня вот прошло сто лет тот же круг тем та же самая тоска нет тоска меньше потому что если раньше хоть те люди хотели скорее вернуться на родину где все наконец будет в порядке теперешние люди гораздо больше озабочены тем как вписаться в современный западный мир и надо сказать что за это время за эти сто лет мир очень сильно поменялся и он стал гораздо более планетарным как я уже говорила сегодня инженеры врачи люди образованные в общем могут найти себе применение в самых разных местах до африки мы один из моих сыновей их сейчас как раз в середине африки и он написал как много людей из россии сегодня переехали в африку в абу-дабы сидят сидят и начинают свои новые дела какие новые проекты это совершенно поразительно и это опять-таки нас возвращает к история русского исхода двадцатых годов минувшего века история повторяется она в более мягкой форме повторяется потому что сегодняшние эмигранты иммигранты они гораздо более выгодном положении чем те которые 100 лет тому назад приехали на европу вот и все это чрезвычайно интересно это меня очень занимает поэтому я сижу постоянно читаю записки русских людей двадцатых годов прошлых так а записки улицкой когда появится 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 я думаю что владимир сорокин что-нибудь непременно напишет он здесь берлине вообще берлине чертова много русских культура делает такое искать такое движение с надеждой вернуться конечно но вы знаете это же очень интересная страница как уехала русская культура в эмиграцию как она создала определенное крыло зарубежная к нему принадлежит набоков и бунин и многие другие менее значительные авторы и как они потом вернулись на родину в виде своих книг уже конечно не не физически физически те которые вернулись были посажены расстреляны мы тоже знаем вот поэтому для россии это движение не новое читайте книжки там все уже написано удивительно даже с какой навязчивой постоянностью нам дают одни и те же уроки нам дают одни и те же задачки решать ну решаем как можем там есть еще там есть еще одна ритма насколько я помню из той волны эмиграции после революционной после гражданской войны тоже очень многие люди практически все были убеждены что это ненадолго что мы скоро вернемся что это власть долго не продержится и наверное это такое заблуждение которое от которого стоит наверно можете сейчас отказаться я не знаю как вы это чувствуете я думаю что с этой властью все в порядке она народная власть мы это можно только констатировать не давая никаких эмоциональных оценок но я думаю что сегодняшняя власть это власть народная что она поддерживается значительной частью народа и в этом смысле она неистребима такая власть какая страна такая власть так что будем наблюдать позиция наблюдателя мне кажется самый здесь уместный поэтому наблюдаем за происходящим и стараемся чтобы никакие детали этого движения не ускользнули чтобы заметили все эти перепады давлений все эти словесные игры и все то что происходит жаль только что все это не ограничивается словесными баталиями а сейчас приобрело характер настоящий войны с настоящей стрельбой и гибелью живых людей баба обе стороны должна сказать потому что мальчик который погиб на границе россии украины сегодня у него папа мама сестра брат жена может быть и они чувствуют себя и их родственники чувствуют себя в равной степени несчастными вне зависимости от того украинец этот мальчик или или русский война это большое несчастье и ответственные за эту войну на самом деле когда-нибудь будут в трибунале как вы относитесь к теме коллективной вины коллективной ответственности одна из самых обсуждаемых нынче внутри российского общества его либеральной части скажем так ну вы знаете я очень скептически отношусь к любым таким понятием которые начинаются со слову коллективной я абсолютно и конечно индивидуалист и считаю что точка зрения отдельно взятого человека гораздо важнее чем . точка зрения который навязывается навязывается тому сообществу которые называются народом потому что когда ты говоришь отдельно взятым человеком то оказывается что собственно говоря носителей этой общей идеи строго говоря нету она транслируется по радио по телевидению в средствах массовой информации любых но каждый отдельно взятый человек имеет свои собственные но и свои собственные замечания свои собственные поправки которые не учитываются никак государственной политикой так было в россии всегда я думаю думаю что это наша судьба на долгие годы еще много сравнивает общество сегодняшняя российская с германии тридцатых годов и и послевоенной германии этот вот процесс исцеления от фашизма тогда гитлеровского а сейчас от такой имперскости наверное так мы это называем каким образом он может происходить и кто собственно этим будет заниматься объясню в чем дело есть чтобы быть правильно понятой да эта война кончится украину установит очень быстро всем миром потому что да эти руины они превратятся в улицы в городах здания в промышленность все вернется очень быстро а то что осталось от россии вот это вот ментальная катастрофа которую невозможно не заметить она случилась кто этим будет заниматься у меня взгляд на это на эти явления вот какой дело в том что время империи кончилось россия последняя империя в мире поэтому в этом смысле россия страна архаическая какая бы ни была у нас прекрасная вагине были бы прекрасные технологии какие бы ни были у нас прекрасные ученые инженеры но в принципе имперское сознание она очень тормозит любое движение к прогрессу и в этом смысле россия сделается все более и более архаической страной думаю что будущее россии это распад распад и последней империи я не думаю что это всем понравится это взгляд на вещи но тем не менее это уже процесс он уже начался он уже пошел уже советский союз уже с горбачевских времен отделилась прибалтика отделилась средняя азия украина сегодня категорически отделилась вот и возможно что этот процесс будет идти дальше я не вижу в этом большой драма дело в том что сама идея сама идея государства двадцать первом веке она претерпевает очень большое большое и большие изменения мы находим находимся на грани таких понятийных перемен огромных которым мы оказались пока что еще не готовы но они неизбежны и все те вещи которым которыми мы привыкли оперировать в этой зоне они требуют пересмотра так же как скажем мир война сотрудничество экономика политика вот все эти вещи они неизбежно будут формулироваться совершенно иным образом чем привыкли к этому в двадцатом веке мир перешел определенный рубеж рубеж цивилизационные я как бывший биолог считаю даже что он и генетически как-то обусловлен сильно что человечество и генетически сильно меняется у меня есть по этому поводу соображения которыми я делилась со своими друзьями которые остались генетиками вот понимаете человечество тоже находятся на грани такого внутривидового размежевания это не значит что мы превратим еще страшного нет в разные виды но тем не менее так сказать какие-то разновидности несомненно будут формироваться совершенно как-то по-новому и они собственно говоря уже и формируются так что два процесса одновременно с одной стороны человечество делается более единым с другой стороны при желании самоидентификации начинаются национальные очень мощные движения желание курдов курдов быть курдами осетин осетинами евреев евреями и так далее и на самом деле в этом ничего нет преступного это просто одна из тенденций развития человечества не самая мне симпатичная потому что я конечно по идее своей скорее глобалист вот и думаю что ну не самый плодотворный путь такого размежевания вот но тем не менее посмотрим мы живем в эпоху таких стремительных перемен что трудно сказать каким будет мир скажем через 20 лет 20 лет для истории очень короткий срок очень короткий срок а история стала нестись голубом просто она идет с ускорением это ясно из любого учебника история насколько быстро все стало меняться и насколько этот процесс ускоряется мы узнаем на собственной шкуре и очень скоро но вообще я вас слушаю и подумал о том что конечно ну невозможно совместить в одном мире в одном пространстве людей которые забивают камнями женщин за то что они ходят без хиджаба да и там не знаю цивилизованный мир как это в одном пространстве может существовать но собственно говоря и в россии так мы прекрасно знаем какие нравы и какие законы царят в некоторых республиках российских которые не имеют никакого отношения к закону конституции но ничего существуют и также живут день рецепт один культура образование образование культура других рецепт закон закон еще закон прошу закон да закон всегда закон всегда вот но просто опять же вспоминаю времена когда вы могли вести такой потрясающий просветительский проект толерантности другое другие а других вот этот эти книжки которые когда-то издавались это даже себе представить сегодня невозможно что такую книгу можно то что там издать и что кто-нибудь посмеет прочитать сейчас тоже читать боятся не то что писать я даже об этом не думал аксель неужели так далеко дело зашло да я знаю что моя книжка продается там в пакетах каких-то непрозрачные бумаги непрозрачные бумаги написано рукой какого-нибудь там менеджер по продажам людмила улицкая вы знаете на самом деле ничего лучше для рекламы придумать нельзя просто рекламная кампания сегодня еще одна тема код которая тоже очень популярная смотрю часто к ней возвращаются это генетическое извините за выражение и имперскость российского народа россиян вообще представители российской федерации и многие в этом винятся и в том числе и русскую классическую литературу что она сама по себе пронизана имперскостью колониализма и что вот собственно мы в этом всем воспитаны из нас это невозможно вытравить такой вот высокомерие по природная высокомерие по отношению к другим народу так лет я думаю что любая имперская литература этим грешит этим грешит и английская литература вне всякого сомнения кто у нас там еще имперцы но французы просто не так долго и в меньшей степени владели колониями но тоже достаточно 21 век век перед грандиозного понятийного кризиса грандиозного пересмотра если мы не начнем пересматривать привычные нам категория и не создавать новых определений новых понятийных формал то мы останемся в прошлом и вот это вот меня очень огорчает как раз именно в современной россии то что тенденция на самом деле к архаике и это очень печально потому что куда ты хочешь попасть туда ты попадешь конце концов идея прогресса которая владела россии сначала двадцатого века столь мощно и тринадцатый год год необычайного расцвета экономического культурного россия как все это рухнуло вот поэтому будем надеяться что все эти перемены и даже отток сегодняшний креативного класса так сказать на запад придет в конце концов потому что сохранится какое-то количество какой-то потенциал и в свой черед вернется вернуться в россии молодые люди которые уехали и получившие образование вернуться в россии в тот момент когда они будут ей нужны это очень красиво хочется на этом закончить на этом прекрасном прекрасном пассаже но нет нет это не закончил цитирую улицкую моя страна больна агрессивным невежеством национализмом и имперской манией этого написали как раз просто в той статье европа прощай 10 лет тому назад да 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 вот эта болезнь это бацилла она сидит внутри просто такая спящая время от времени просыпается или это же называется благоприобретенная болезнь знаете я думаю на глубоко я думаю жена сидит не только в русском народе любой большой народ с имперскими корнями с имперском опытом несомненно имеет в себе это ощущение превосходства и за это на самом деле обычно платится исторически большой ценой вспомним не вторую мировую войну и крах немецкой большой немецкой идеи арийской идеи ну и собственно говоря таких крахов в истории было достаточно много весь учебник истории состоит именно из перечня крахов великих идей таких национальных идей ну посмотрим видимо мы может быть оказываемся свидетели еще одного поворота исторического в этом смысле германия и ее опыт может быть полезен для нас как некая модель возрождение исцеления скажем так знаете я сегодня как раз прочитала статью в которой описано написано ну она такая весьма отрицательно оценивается сегодняшнюю германию то время как я на самом деле пока вот я 10 месяцев германия пытаясь вникнуть в эту жизнь этой страны я усматриваю очень много хорошего здесь и отношения государства и неимущих и высокие денежные пособия которые даются безработным большое количество социальных социальной помощи огромное количество общественных организаций которые помогают людям справляться с их жизнью в общем на самом деле германия сегодняшняя как пока кажется гораздо более социальным государством чем любое другое в которых я не приходилось бывать ну может быть это того что я недостаточно хорошо вникла в эту жизнь может быть поживя какое-то время я начну видеть и какие-то серьезные отрицательные моменты но то что я сегодня наблюдаю мне мне кажется что германия социально в социальном отношении очень продвинутое государство а тема если на улице да простите если на улице я вижу нищего человека то это непременно человек приехавший откуда-то из европы восточный немцев среди нищих нет понятно тема второй мировой войны вот этой вот коллективной вины за вторую мировую войну за гитлера она присутствует до сих пор внутри немецкого общества или это уже история по моему это совершенно растворилась сменилось несколько поколений и поколение сегодняшних молодых немцев они ну вот у меня есть приятельницу который дед воевал вермахтин которые абсолютно миролюбивые люди для них идея войны эта идея преступная и поэтому люди которых я здесь вижу вокруг себя вряд ли когда-нибудь пойдут на войну вряд ли среди них найдутся добровольцы ну что мы должны сдвигаться к финалу я хочу вернуться к литературе к вашим я прочитала что должна была выйти книжка называется мое настоящее имя она вышла вышла в москве москве вы забреда цели на шубины вышла дается и что это совсем свежая свежая для меня известия еще я ничего не знаю поскольку сегодня действительно среди врагов народа немало писателей и русских как и на агентов такой просто инакомыслящих нет ли у вас ощущения что совсем скоро должно появиться русскоязычное издательство за пределами россии как им капресс да я знаю я знаю что есть люди которые этим озабочены и я надеюсь что это что-то произойдет я знаю что такая работа ведется по организации такого издательства ну да потому что можно наблюдаем и издание средства массовой информации и он чрезвычайно меняет общую конфигурацию потому что сегодня в принципе нажал на кнопку и читай кого хочешь контроля себя кого хочешь да и говори и говори с кем хочешь как вот мы сейчас с вами разговаривать Да, да, да. Мне кажется, они абсолютно бесполезны. Это невозможно. Невозможно распылить сегодня человека, как бы его там не стирать его имя из афиш, не запаковывать его в бумагу, чтобы имени невозможно было вспомнить. Сегодня это не так. Нам предстоит это узнать, потому что мы на самом деле находимся не в конце процесса, а, боюсь, что в его начале. Поэтому как будет развиваться эта мракобесия? Это непредсказуемо, на самом деле. Понимаете, что в голове у Мединского, мы не знаем. Поживем и увидим. Понимаете? Я человек сам из дата. Эпохи сам из дата. Поэтому я прекрасно знаю, чего стоит книжка, которую тебе дали на одну ночь прочитать. Будь то Солженицын или какой-нибудь западный автор, Орвел. Я прекрасно цену этому знаю. Я за эту цену заплатила профессии, потому что меня с работы выгнали именно за сам из дата. И перед вами не генетик. Генетиком я так и не реализовалась, как генетик. Потому что я профессию потерял из-за любви к чтению. Что будет дальше? Будет ли много таких любителей чтения в нашей стране? Не знаю. Сегодня считается, что в мире вообще читают книжки 7% людей. Семь. А из этих 7%, наверное, 7% читают те книжки, которые читаете вы и которые читаю я. Поэтому разговор идет между нами, любителями чтения. И, в общем, исключительным меньшинством. Это меньшинство очень важное. Но, тем не менее, не надо забывать о том, что мы все-таки меньшинство. И эта заквасочка, конечно, она меняет и картину, и пейзаж культурный. Но все, как вам сказать, 100 человек легко посадить. Тысячи человек еще легко посадить. А 100 тысяч уже труднее. Понимаете, вот как они будут, сегодняшняя власть, обращаться с инакомыслящими, мы скоро увидим. Пока что нам показывают несколько примеров, уже были показаны. Посмотрим, как будут развиваться аппетиты их. Мы скоро это увидим. Ну что ж, мы на этом должны закончить наш сегодняшний разговор с Людмилой Улицкой. Спасибо всем, кто с нами провел это время. Дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Собственно, и все. До свидания. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...